По закону работодатель обязан предоставить работнику два дня на прохождение диспансеризации. Реально ли сделать все исследования за этот срок? Подробности в нашем материале. В Центре здоровья при Всеволожской городской больнице пора диспансеризации. Проверить свое здоровье каждый день сюда приходит около 2000 человек в сутки. Процедура предельно проста. Сначала пациент заполняет анкету, с ее помощью врачи определяют направление возможных заболеваний, затем идет к специалистам. В Ленинградской области список исследований несколько шире, чем по стране. Врачи проверяют артериальное и глазное давление, берут анализы крови, делают флюорографию, электрокардиограмму, а также проводят онкологические тесты. После терапевт анализирует результаты, определяя группу здоровья. Мы появляем факторы риска, смотрим, какой холестерин у человека, какая глюкоза в крови, какой вес обязательно, какое давление, курит ли человек, не курит. У нас специальная школа по курению, то есть борьба с курением. И у нас очень много людей, которые бросили курить, и они приходят, нас и радуют. Этот центр Всеволожской городской больницы построен специально для профилактики здоровья. Те, кто пришел на диспансеризацию, не пересекаются с пациентами, проходящими лечение. Поэтому даже в пиковые периоды здесь не бывает очередей. Как говорят врачи, осмотры идут качественно и быстро. Занимает это не более трех посещений во всех поликлиниках Ленинградской области. У нас это два посещения. Может быть, из-за одного посещения сделано. У нас стало гораздо больше людей. Раньше у нас примерно 50 тысяч человек проходили диспансеризацию. Сейчас это практически уже 90 тысяч. И, естественно, мы выявляем больше заболеваний, мы выявляем больше факторов риска. Даже если человек признан здоровым, специалисты проводят с ним консультации. Анализируя факторы риска, советуют, как улучшить здоровье. Основные задачи наши – это пропаганда здорового образа жизни. Обратить внимание граждан Российской Федерации на свое здоровье и здоровье своих близких. Раньше диспансеризацию рекомендовали проходить раз в три года. С 2019-го Минздрав советует делать это каждый год. В Ленинградской области диспансеризация идет не только в поликлиниках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах, в сельских амбулаториях. Благодаря такому охвату за 10 месяцев этого года у жителей Ленинобласти выявили 50 тысяч заболеваний. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Алексей Спиричев, Павел Гашинов, Алексей Бюров, ЛЕН-ТВ-24. Говорит и показывает Ленинградская область. Студия 1. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Алла Васильевна Шкадеренко. И начальник департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Владимирович Вальденберг. Здравствуйте. В начале нашего разговора отмечу, сегодня моими соавторами стали телезрители. На страничке ЛЕН-ТВ-24 мы, во-первых, провели анонимный опрос, спрашивали, проходили ли вы диспансеризацию. И, во-вторых, предложили оставить вопросы для гостей нашей программы. Итак, какие исследования входят в диспансеризацию? Это будет мой первый вопрос. Алексей Владимирович, наверное, к вам. Ну, наверное, к нам обоим, потому что мы же занимаемся везде и все вместе этой проблемой. Я, прежде всего, хочу сказать, что я перечислю, конечно, все исследования. Я читал вопросы, которые задавали телезрители, и понимаю, что есть некоторая неясность у людей по поводу состава того, что входит в диспансеризацию. Потому что очень часто у нас упрекают, что там мало исследований, что те, что были, со временем исчезли и тому подобные вещи. И должен вам сказать, что мы должны понимать, что нет такой возможности, чтобы мы, безусловно, выявили все заболевания каким-то одним исследованием. То есть вот у нас нет такого... Есть предложение, я читал, а давайте мы будем делать МРТ всего организма всем людям. По-моему, прекрасное предложение. И тогда вот мы выявим все на ранних стадиях. Но вот таких модификаций этого предложения достаточно много. Надо сказать, что ни одно исследование, за редчайшим исключением, не дает возможность что-то выявить без осмотра врача. Алгоритм в медицине такой. Врач осматривает руками, глазами, ушами, определяет, какие исследования нужно, назначает их. И потом их результаты интерпретирует вместе с тем, в комплексе с тем, что он обнаружил при осмотре. И только несколько исследований, их немного, совсем немного, доказали в научных исследованиях несколько методик, что они пригодны для скринингового исследования. То есть без назначения врача всем подряд. И если их делать, тогда они дают возможность действительно, вот скрининг – это просеивание в переводе с греческого языка, скрининг. То есть вот какую-то популяцию людей обследовать и выявить из них тех, которые нужно более углубленно обследовать, потому что вероятность найти какую-нибудь неприятную патологию у них самая большая. И это не онкомаркеры, и это не УЗИ, и это не МРТ. Например, в число таких исследований попадает измерение артериального давления. Казалось бы, простой метод. Но скажите, пожалуйста, мы же знаем тоже по популяционным исследованиям, что у нас из всех взрослых людей, ну, примерно 50% знает об уровне своего артериального давления. Из этих 50% – 50% имеет повышенный уровень артериального давления. Из этих 50% – 50% хоть как-то лечатся, а уже из этих 50% – только 50% достигает целевого уровня. Не просто принимает таблетки, а достигает того уровня, который нужен при повышенном артериальном давлении. При этом мы понимаем, что если человек пришел к врачу и жалуется на симптомы, которые связаны с повышенным артериальным давлением, это уже запущенная форма, потому что ранние стадии болезни не болят. Ранняя форма артериальной гипертонии – это такая, которая помочь может только прибор для измерения артериального давления. Ничего другое не может помочь. И вот, соответственно, на этом и строится перечень методов, которые входят в диспансеризацию, который неоднократно пересматривался. И на сегодняшний день мы расцениваем таким образом – ежегодно гражданин проходит профилактический осмотр. Я хочу Аллу Васильевну подключить. Перед тем, как вы расскажете, какие исследования есть, у меня вот какой вопрос – житейский. Бытует мнение, особенно, конечно, у пожилых людей, что врачи в сговоре с фармакологическими компаниями и никогда не будут предлагать дешевых препаратов, которые могли бы помочь, а обязательно будут навязывать дорогие. И в том числе это отбивает у пожилых людей, в принципе, идти в поликлинику желания. Есть такая проблема, на ваш взгляд? Я не вижу такой проблемы. Почему? Потому что, например, в нашей больнице это вообще не практикуется. И у нас есть перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, который утвержден Министерством здравоохранения, правительством Ленинградской области. И там четко прописано, какие лекарственные препараты назначаются пациентом. И разговор, я, честно говоря, не наслышана. Ну, я здесь с элементом иронии, конечно, говорю, но мы с вами видим, да, как рекламируются на телевидении препараты от гриппа, которые обещают лечить эту болезнь. И мы с вами знаем, что это невозможно благодаря этим препаратам. Значит, все наши врачи работают по клиническим рекомендациям. У нас работает целый отдел качества, который контролирует назначение лекарственных препаратов врачами при той или иной нозологии. На рабочем столе у каждого врача имеется возможность посмотреть и войти в клинические рекомендации и назначить лечение в соответствии с теми рекомендациями, которые прописаны и утверждены Министерством здравоохранения. К диспансеризации. Во-первых, с какого возраста рекомендовано? У нас всем взрослое население. Есть диспансеризация детского населения, там свой порядок, есть диспансеризация взрослых. То есть все население у нас проходит диспансеризацию. Я хотел бы, вы знаете, что сказать еще? Что вот про сговор. Это интересная проблема. Конечно, это полная чушь. Никакого сговора нет и не может быть. И есть законодательные, юридические механизмы, которые препятствуют какому-то влиянию, да, там, фармацевтических препаратов на медицинскую тактику конкретных компаний. Но мнение такое есть. Я только о мнении... Мнение такое есть. Чего только люди не придумают. Удивляешься, когда читаешь. Действительно, мнение такое есть. А оно основно, знаете, на чем? О том, о чем я уже говорил. Вот человек приходит на прием, допустим, на диспансеризацию, измеряется артериальное давление и выясняет, что оно повышенное. Там в сочетании с некоторыми другими признаками определяется группа риска. И некоторым людям назначается медикаментозное лечение, потому что без него уже не снизить. И тогда человек думает так. Ну, я же себя чувствую здоровым. Я же, ну, как бы пришел, никого не трогал. И вдруг мне сразу таблетку. А, наверное, это они сделали для того... Вот надо, конечно... Это одна из больших проблем. Мы очень бы хотели, чтобы, ну, в том числе и с вашей помощью, наши жители понимали, что там, где нужна активная профилактика, то есть медикаментозная, там она действительно нужна. И если вы пока не чувствуете артериальную гипертонию, это не значит, что вы здоровы. Если она у вас есть, она у вас есть. Когда будете чувствовать, это будет уже другая стадия и уже будет другая история. Ну, не секрет, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Давайте все-таки к тому, что включает в себя диспансеризация. Значит, ежегодно профосмотр, раз в три года диспансеризация. Лицам старше 40 лет ежегодно. Значит, профосмотр — это базовые вещи, которые доказали свою эффективность. Анкетирование. То есть есть у нас способы, анкетируя, зацепиться, понять характерные симптомы многих болезней. Это действительно очень важно. Это давным-давно изученная вещь, да? Расчет индекса массы тела, потому что это фактор риска. Измерение артериального давления, о котором я уже говорил. Измерение уровня холестерина в крови, определение уровня глюкозы в крови, определение... Есть специальные у нас калькуляторы, специальные таблицы. Не буду утомлять, как они называются, но они рассчитывают относительный и абсолютный риск сердечно-сосудистых заболеваний. И есть шкала, когда он низкий, когда высокий. То есть это тоже определяется. Флюорография раз в два года, ЭКГ и осмотр в смотровом кабинете для женщин, где берутся мазки с травикального канала, специальным образом окрашиваются и определяется риск онкологических заболеваний женской репродуктивной сферы. Вот, казалось бы, это нехитрые вещи, но если они проводятся регулярно и фронтально, и большому количеству, то мы выявляем очень многое. Они очень эффективны. Дальше прибавляется... Что такое диспансеризация? Это тоже самый правосмотр, плюс онкоскрининг. Маммография, исследование кала на скрытую кровь специальным способом, не обо каким. Флюорография раз в два года уже об этом говорил. Вот это дополнительные исследования, которые позволяют заподозрить ранние стадии, не диагноз поставить. Отправляется даже человек к врачу, и уже врач осматривает. То есть это как некий сигнал? Это скрининг, это заподозрить высокую вероятность ранних стадий, то есть излечимых стадий заболеваний. Хорошо, Алла Васильевна, я хочу вот что спросить. Исходя из нашего сюжета, выявлено большее число заболевших, чем ранее. Больше стали приходить на диспансеризацию или чаще стали болеть? Нет, больше стали приходить на диспансеризацию, естественно, и улучшились методы исследования. Они стали более качественными. Мы получили новое диагностическое оборудование, в частности. И, конечно же, это связано с тем, что в этом году у нас количество обследуемых пациентов увеличилось в два раза. Соответственно, увеличилось и количество выявленных заболеваний. А есть ли какие-то особенности по региональному принципу? Ну, учитывая, что в Ленинградской области климат не такой, как в Краснодарском крае, например. Особенности выявления каких-либо хронических заболеваний? Есть особенности выявления онкологических заболеваний даже в Ленинградской области. То есть в одном регионе выявляется большей частью легочная патология, а в другом регионе, например, кожа, в третьем регионе молочная железа. Конечно, эта закономерность есть. Алексей Владимирович, а общий вопрос, о котором говорят многие. Огромное количество достаточно молодых людей страдают онкологическими заболеваниями. Ведь раньше так не было. В чем причина? Вы знаете, что действительно мы имеем дело, вот как говорят онкологи, с угрозой эпидемии онкологических заболеваний. Но, правда, в первую очередь это связано не с тем, что молодые начали, а тем, что доля людей пожилого возраста увеличивается, население стареет. А все-таки онкология в основном это болезнь второй половины жизни. В основном. Хотя, если мы анализируем статистику, а мы это делаем постоянно, действительно, последние годы мы видим, ну и, наверное, по своему окружению даже, мы видим, что молодежь стала чаще болеть онкозаболеваниями. По каким-то причинам еще до конца непонятным. То есть, вот та причина, которая связана с популяционными изменениями, с постарениями, там понятно. А то, что и молодой возраст начал вовлекаться, это пока не очень понятно. Но в любом случае онкологии будет больше. Почему? Потому что мы очень давно занимаемся болезнями системы кровообращения. Научились лечить многие заболевания... Я вас перебью, мы продолжим сразу после рекламы. В студии 1 продолжаем разговору о диспансеризации. Мои гости Алла Васильевна Шкалеренко, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. И Алексей Владимирович Вальденберг, начальник департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению комитета по здравоохранению Ленинградской области. Финализируете про онкологию свою мысль? Мысль заключается в том, что основная причина увеличения числа онкобольных это увеличение доли пожилого населения рас и существенные успехи, которые сделаны по стране, в том числе и в Ленинградской области по сохранению жизни при болезни системы кровообращения. То есть, если совсем еще недавно значительное число жителей не доживало до того возраста, который характерен до онкопатологии, потому что они погибали от болезни системы кровообращения, от инфаркта, от инсульта, от сердечной недостатки, теперь они значительно меньше погибают от этого и как бы доживают до своего рака, до своей онкологии. Ну, есть такое эпидемиологическое такое вот явление. Но помимо этого есть и по разным причинам до конца непонятным вообще абсолютное увеличение числа онкологических заболеваний. Именно поэтому мы стараемся на упреждение работать, вот эту службу развивать и заранее инфраструктуру подготовить, потому что мы понимаем, что через какое-то время нам она понадобится, может быть, даже больше, чем сейчас. Во время рекламной паузы здесь в студии прозвучало слово, которое всегда резонансное. Прививка. Естественно, ну, есть шутка, два врача, три мнения, но по прививке два мнения. Одни говорят, что обязательно надо, другие говорят, что обязательно не надо. Как вы полагаете? Я считаю, что обязательно надо прививаться, обязательно. Потому что самым эффективным методом профилактики гриппа, в частности, это, безусловно, прививка, вакцинация. Благодаря охвату прививочной кампании у нас уже третий год, ну, если я не говорю уже в ближайшем, я не знаю, что будет, но эпид сезоны последних трех лет характеризуются отсутствием ярко выраженной эпидемии. У нас ее нет. У нас за все это время не умер ни один человек от гриппа, которому была сделана прививка. Летальные исходы, к сожалению, есть, даже когда нет большого количества заболевших. Но ни один привитый за всю историю еще не погиб. Но, говоря о летальных исходах, да, ведь у нас в менталитете самолечения у очень многих, да, и многие, там, человек заболел воспалением легких, но даже и не узнал об этом, потому что думал, что у него грипп. И вот это как раз к вопросу о диспансеризации, да. Если подводить итоги вот этого года, как вы оцениваете диспансеризацию? Я хочу сказать, что за тот период, который, за 19-й год, который мы провели диспансеризацию, у нас выявленных заболеваний за 7 месяцев было 44 640, за 9 месяцев 87 366 человек. Я хочу сказать, что все больше и большее количество людей мотивируется на проведение диспансеризации, и все больше и большее количество людей приходит с самотеком в поликлинику. Ну, у нас, в частности, есть цены здоровья, цены профилактики, куда можно обратиться в любое время. Мы работаем с 8 до 20 часов, с суббота с 8 до 14 часов. И заинтересованность людей все больше и больше по сравнению с прошлыми годами. И у нас увеличилось количество людей, поставленных в этом году на динамическое наблюдение. То есть в геометрической прогрессе... Вот 87 тысяч. А это из скольки пришедших, чтобы понимать? Мы практически провели диспансеризацию вместе с профилактическими осмотрами почти 90 тысяч людей. Это в вашей больнице? Да, это во все власти клинические районы. У нас по области больше полумиллиона за 11 месяцев прошли диспансеризацию. И... 559 тысяч 230 человек, если быть... Но кто-то из них был здоровым? Были, конечно. Были. Конечно, были, да, безусловно. Были здоровы. Значит, смотрите, проведение диспансеризации и профилактических осмотров подразумевает разделение людей на группы здоровья. Группы здоровья, да. Существует три группы здоровья. Первая группа здоровья – это здоровые люди. Они отправляются в Цент здоровья для того, чтобы у них проходили скрининговые какие-то мероприятия в рамках Центра здоровья. Значит, вторая группа здоровья – это с факторами риска. Это те люди, которые еще не больны, но уже имеют факторы риска, которые могут привести к тем или иным заболеваниям и, может быть, даже в кратчайшие сроки. Потому что если он продолжает курить, если он не борется с лишним весом, если у него есть еще другие какие-то факторы риска, то, безусловно, он может уже в это проявление перейти в стадию заболевания. И тогда это уже лечение у терапевта и лечение уже как болезни. Как в отдаленных районах проходит диспансеризация? В отдаленных районах, кстати, проходит диспансеризация вполне тоже с существенными хорошими темпами. У нас там, где нет врача, где есть фельдшерский пункт, значительную часть работы выполняет фельдшер. При необходимости он направляет пациентов на врачебный осмотр. Но мы, конечно же, все понимаем, что если человек живет далеко, дорога дальняя и транспорт, то это сложнее, чем если ты живешь через дорогу от поликлиники. Это понятно. Поэтому наши усилия в 2019, особенно на 2020 год, направлены на существенное развитие так называемых выездных форм. Мы приобрели за счет национального проекта, который реализуется на территории Ленинградской области, у нас есть региональный проект, который входит в состав национального, за счет средств этого проекта, это федеральные средства и средства областного бюджета, 47 передвижных мобильных комплексов разного назначения. Символическая цифра, на мой взгляд. Да, кстати, да. Хотя это специально не делалось, но мы тоже отметили, что получилось, что вот их 47, да, символическая цифра, которая в сочетании с той мобильной техникой, что у нас сейчас есть, уже до этого была, образует такой парк мобильной техники, который нет, я думаю, ни в одном субъекте Российской Федерации. Поэтому мы очень рассчитываем, что сейчас вот как раз закупаются последние уже, последние из этих комплексов, и у нас разработана целая концепция выездной работы, мы начнем ее поэтапно внедрять, и наших жителей обеспечивать медицинской помощью выездной. И вот это облегчит, потому что, конечно, диспансеризация, все вот эти виды профилактических обследований обязательно будут включены. Кроме того, у нас еще есть транспортные средства, которые мы используем, приобретаем совместно с органами социальной защиты, которые предназначены для доставки маломобильных граждан и людей, которые содержатся в интернатах, в домах престарелых, вот таких учреждениях, тоже на диспансеризацию. То есть, в общем-то, вот эта мобильная часть, доставка пациентов и доставка медицинской услуги к пациенту, и пациента в медицинскую организацию, она, в общем-то, продумана достаточно хорошо. Ну, давайте теперь к вопросам наших телезрителей, которые они оставляют на странице ЛЕН-ТВ-24. Есть, ну, понятно, сколько людей, столько мнений, есть в том числе и жалобы на то, что диспансеризация проходит формально. Вот, например, такой комментарий. Живу в Выборге, пошла на прием к участковому с проблемой кишечника. Участковая назначила анализы, еще отправила на диспансеризацию, пометка на моей медкарте, что необходимо пройти. Пошла получать номерки для анализов и УЗИ, но УЗИ могут записать только, наконец, следующего года. Пропало желание идти на диспансеризацию. Ну, во-первых, я думаю, не думаю, а точно понимаю, что врач назначила УЗИ не в рамках диспансеризации, а потому что есть жалобы, и она так построила свой план обследования. Ну, а что касается конкретных случаев и сроков, конечно, такого не должно быть. Надо, понимаете, мы никогда почти стараемся не комментировать конкретные случаи без проверки. К нам нужно обратиться, и мы тогда разберемся, что конкретно, кто кому назначил, почему такой срок, и дадим обоснованный ответ. Вопрос-то в том, хватит ли положенных двух дней мне, чтобы получить полноценную, качественную диспансеризацию. Вопрос, кстати, как говорят, спасибо за хороший вопрос. Трудно организовать все это в короткий срок, но тем не менее мы это делаем. И у нас норматив был три дня, но уже за 2019 год 68 тысяч человек у нас уже прошло диспансеризацию по однодневной схеме. Но это не из области быстрее, выше, сильнее? Так а почему быстрее, выше, сильнее? И те исследования, которые я перечислил, что тут такого-то? Это логистические вещи. Понимаете, мы должны просто спланировать так работу и загрузку специалистов, чтобы они могли, чтобы была логистика. Ну вот, например, существует такое мероприятие о диспансеризации госслужащих, но это как бы такое, по законодательству есть такое. Мы ее проходим как чиновники. Она всегда проходит в один день. И это достигается просто в счет того, что просто кабинеты есть, очередь, ничего такого особенного. Там входит практически все то же самое. Но вот это делается так. И более того, в программе госгарантий на 2020 год уже требования это содержатся. То есть мы будем стараться в один день это организовывать. Конечно, это потребует какой-то перестройки наших поликлиник, которые помимо диспансеризации решают еще очень много разных других вопросов. Но, тем не менее, это имеет смысл сделать, потому что ничего такого хитрого в первом этапе диспансеризации и в профосмотре нет. Это чистая логистика. И мы в этом направлении работаем. Должен ли кто-то звать на диспансеризацию? Поликлиника, страховая компания, банк, который выдает кредиты, обязательно предлагает вам застраховать свою жизнь? Так мы же зовем. У нас есть пропагандистская компания. Вот у нас есть, мне снабдили коллеги, образцами той продукции, которая у нас висит везде. Агит-материал. Да, но это информационный материал, потому что ответы на большинство вопросов, которые вы мне задали, они вот содержатся здесь. И это везде размещено. На всех сайтах медицинских организаций, на сайте территориального фонда, на сайте нашего комитета по здравоохранению. Причем требование федеральное, чтобы информация об этом была доступна, как программисты говорят, в один клик. То есть на главной странице есть место, куда кликаешь, и сразу все появляется. Не нужно идти вот вкладку за вкладкой раскрывать. То есть это все очень доступно, и все очень наглядно. Хороший вопрос есть. Город Отрадное проходил диспансеризацию сам. Никакая страховая никогда не звонит. Все было более чем формально. Анализы, которые прописали, были платные. Так как квоты надо заказывать, если ехать дополнительно в областную, это необходимо не один месяц, и не факт, что положат на обследование, пишет наш телезритель. Алла Васильевна, у меня вот такой вопрос. Мы платим что-то за диспансеризацию? Нет, мы за диспансеризацию ничего не платим. Все это проходит в рамках ОМС. И ничего там такого, я подтверждю, подтверждение слов Алексея Владимировича, ничего там такого, ну, сверхъестественного, в этом нет абсолютно. и провести анализ крови, сделать цитологию, флюорографию, в рамках первого этапа диспансеризации, профосмотра, здесь ничего, нету такого, за что надо платить деньги. Поэтому тут тоже надо разбираться со случаем. Надо сказать конкретные случаи, что там, кто ему назначил. И в связи с чем, может быть, это не диспансеризация. Я задаю общий вопрос. Просто платный или бесплатный? Бесплатно. Бесплатно. Абсолютно. У меня к вам вопрос практически, ну, почти финальный по времени нашего эфира. Я знаю, что сейчас изменилась программа диспансеризации. Ну, бывают опасения, что лучшая враг хорошего. Сейчас лучше стал? Ну, что значит, она изменилась? Она за какой срок? По сравнению с прошлым годом она не изменилась. Она такая осталась. Но в целом подходы к набору исследований различных, они, конечно, меняются по мере совершенствования медицинской науки. И за то время, какое существует у нас вот этот всеобщий вариант диспансеризации, она, конечно, совершенствуется. Безусловно. И это только доказывает, что этот вопрос является непростым. Он относится к разряду специальных. И над ним работают самые авторитетные специалисты, самые авторитетные лидеры нашей специальности, которые вырабатывают вот эти вот рекомендации, и на основе которых строится, с учетом и международного опыта, безусловно, строится программа диспансеризации. И я хочу, пользуясь случаем, еще раз для телезрителей подчеркнуть, что если им кажется, что что-то необоснованно убрали, и что это формальность, и что состав не такой, а вот нужно сделать еще вот это, и вот это, и вот это, они ошибаются. Подобрано все правильно, так, как должно быть. Прекрасная точка в нашей беседе. Теперь подведем итоги нашего опроса. Лидирует, к сожалению. Третий вариант ответа – нет, диспансеризацию не проходил, мне некогда. Таких 43%, но я надеюсь, что наша беседа вот таких телезрителей сделала более лояльной к диспансеризации. И не забывайте о своем здоровье, оно вам скажет спасибо. На этом все. В студии один были заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Алла Шкалеренко и начальник департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг. Крепкого вам здоровья, с наступающими праздниками. Ждем вас в нашей студии. Я Алексей Меншов, с вами не прощаюсь. Увидимся сразу после семи часовых новостей. Будем говорить о несанкционированных свалках. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова